МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости телеканала Майя Удмуртия. Главные события нашей республики в студии Марины Симоновой. Смотрите в этом выпуске. Кто возглавит Минздрав республики? Эксперты сегодня провели собеседование с кандидатами на министерский пост. Тина Канделаки в Ижевске, телеведущая, приступила к выполнению контракта с концерном Калашников. А на самом заводе грядут новые сокращения. ЕГЭ как поощрение. Сегодня экзамен по математике вместе со всеми выпускниками сдали и осужденные. Почему сокамерники им завидуют, объясним. Лучшие семьи при Волжье живут в Удмуртии. Родители и их дети вернулись с окружного фестиваля победителями. С успехом их поздравили и наши корреспонденты. В медицине Удмуртии кризис. Так откровенно и прямо сегодня заявляли претенденты на пост министра здравоохранения. Сегодня было заседание экспертной группы. Случилось оно фактически с летом за отставкой бывшего министра Музлова. Положение в отрасли такое, что без кардинальных мер уже не обойтись. Так накануне Александр Соловьев объяснил смену руководства в Минздраве. Музлов свою заявку сегодня снял. Экзамен держали 10 человек. Внимание к этому заседанию было большим. Все и эксперты, и кандидаты сходились в одном. Ситуация в отрасли очень сложная. Главный упор это село. Вот там катастрофа еще. Город, в чем мы живем, есть больницы, а вот сельские учреждения там очень плохо. Сколько вы обслушиваете, чтобы получить 36 тысяч? 34 человека. А сил на сколько хватает? Они говорят на 20. А остальные как? А остальные как получится? Не дай бог нам с вами попасть вот в эти оставшиеся 14 человек. И безусловно, когда мы говорим о времени приема 12 минут на человека, мы не имеем права рассчитывать на эффективное обслуживание конкретного пациента. Ныне исполняющий обязанности министра Алексей Чуршин экзамен комиссии тоже сдавал. Эксперты подчеркнули никаких привилегий, несмотря на назначение. У него нет. Все кандидаты в равных условиях. Сегодняшнее заседание экспертной группы стало 12, впереди еще 16. Последний экзамен эксперты примут 19 июня. Тогда же закончится и интернет-голосование на сайте открытого правительства. И начнется аналитическая работа. Окончательно правительство Удмуртии будет сформировано в сентябре. Сегодня об этом говорил и исполняющий обязанности председателя правительства Удмуртии Виктор Савельев в должности 3 месяца. Вопросы к нему накопились, поскольку задач перед правительством глава Удмуртии поставила много. Сегодня журналисты спросили, как исполняются указы. Исполняющий обязанности премьеры республиканского правительства свою первую встречу с журналистами начал с краткого доклада. Главный тезис – бюджету республики рабочий, поручение Александра Соловьева следить за балансом доходов и расходов, исполняется. А еще проблем с зарплатой для бюджетников быть не может. Полным рублем заложено и предполагаемое увеличение зарплаты бюджетников с октября этого года. То есть сразу можно снять вопрос, что проблем с заработной платой, с увеличением заработной платы и выполнением дорожной карты, указанной президентом Российской Федерации, в республике такой проблемы нет и не будет. Кроме того, республика начала гасить свой госдолг, медленно, но верно, стараясь жить по средствам. Так что эту задачу правительство тоже исполняет. Кроме того, кредиторская задолженность перед строителями, которые в прошлом году сдали рекордное количество объектов, тоже снижается. Из 2,5 миллиардов осталось выплатить миллиард. До конца лета долг будет закрыт. Журналисты спросили, найдутся ли деньги на новую республиканскую программу – ремонт школ и садов. Глава Удмуртии потребовал привести в порядок образовательные учреждения. В правительстве промониторили ситуацию. Оказалось, что ремонта требует 600 объектов. Мы начнем эту программу уже в этом году, для того, чтобы вот уж совсем страшные крыши и выпадающие окна, чтобы мы эту тему начали закрывать. Программа рассчитана на 5 лет, пояснил Виктор Савельев. Еще один приоритет – это дороги. Их ремонт и строительство сегодня под личным контролем исполняющего обязанности главы Удмуртии. По его поручению правительство изыскало дополнительные ресурсы, и дорожный фонд вырос. Сейчас полным ходом идут работы. Спросили журналисты и про Ижевский аэропорт, будет ли международный терминал. В канун отпусков для жителей Удмуртии этот вопрос становится особенно актуальным. Республика заинтересована, ответил премьер. Но рядом международные аэропорты в Уфе и Казани. И это для нас большой минус. Когда в радиусе 400 километров, в принципе, если есть аэропорт, то это считается в пределах доступности. Поэтому мы не проходим по стандартам федерального финансирования. Но мы можем пройти, если возьмемся за финансирование сами. Но даже при этом надо получить одобрение через президента. По самым скромным оценкам, строительство международного терминала может обойтись в миллиард рублей. Таких денег у республики нет. Но зато само Ижавио становится прибыльным предприятием, отметил Виктор Савельев. А значит, может рассчитывать на долгие и дешевые кредиты. Получить их республика поможет. Марина Баля, Андрей Бусыгин, телеканал Моя Удмуртия. Почти 300 своих рабочих собирается сократить концерн калашников в конце лета. Такую информацию предоставило предприятие в службу занятости. Предприятие в своем извещении объяснило. Высвобождение сотрудников проводится в целях повышения эффективности производства и снижения затрат. Осенью же концерн собирается представить свой новый бренд. Его разработкой занимается Центр стратегических коммуникаций «Апостол», генеральным директором которой является Тина Канделаки. На днях телеведущая посетила Ижевск, о чем сообщила на своей страничке в соцсетях. Напомню, весной этого года концерн заявил о намерениях вложить порядка 40 миллионов рублей в ребрендинг, потратив по 20 миллионов на создание сайта и бренда, что вызвало резкую критику со стороны российского вице-премьера Дмитрия Рогозина. В ходе проведения конкурса суммы немного снизились. Компания «Апостол» тендер на разработку нового бренда выиграла суммой в 15 миллионов рублей. В Удмуртии может появиться первая платная дорога «Ижевский Гра». Она станет альтернативой существующей. Но новая трасса должна сократить путь на 30 километров. Строительство новой дороги «Ижевский Гра» уже называют самым большим инвест-проектом. Его стоимость оценивается в 50 миллиардов рублей. Сейчас республиканские власти ведут переговоры с конституционером. И если проект поддержат, то, по словам Виктора Вахромеева, у автомобилистов закончится эпопея с так называемыми 33-мя загибами на версту, когда на одном километре водителям приходится преодолевать 33 поворота. А в непогоду здесь бывают и километровые пробки. Новую дорогу планируют построить параллельно существующей на расстоянии около одного километра. При этом, как уверяют в Минтранте, существующую федеральную дорогу «Ижевский Гра» забрасывать не собираются. Сейчас там интенсивность около 10 тысяч автомобилей в сутки. И дорога проходит по населенным пунктам. Это далеко не безопасно. Основные все ДТП с наездами на пешеходов – это в населенных пунктах вы знаете. Поэтому старая дорога, будем говорить, она в любом случае будет востребована. Протяженность платной дороги составит 88 километров. И максимальная разрешенная скорость – не больше 110 километров в час. А вот стоимость проезда пока в Министерстве транспорта не уточняют. Сегодня выпускники сдавали второй обязательный экзамен по математике. К результатам по этому предмету будет особое внимание. Ведь в прошлом году ЕГЭ по математике в республике не сдал практически каждый десятый выпускник. Сегодня его писали больше трех тысяч школьников. В общей волне со всеми экзамен сдавали и воспитанники «Ижевской колонии». Тему продолжит Елена Лебедева. Сменив форму осужденных на вольную одежду, воспитанники «Ижевской колонии» через пару минут покинут зону и сядут уже за парты обычной средней школы, чтобы вместе с остальными выпускниками сдать единый госэкзамен по математике. Эти ребята, пожалуй, одни из немногих выпускников, кому тотальная слежка не помешает. Говорят, быть под наблюдением – дело уже привычное. Сдаю экзамены, в дальнейшем буду поступать на высшее образование, но это уже после освобождения. Именно для этого мне нужны результаты ЕГЭ. Камеры не помешают? Под наблюдением все-таки будете писать? Привычные. По сути, у осужденных есть выбор – сдавать экзамен в форме ЕГЭ или же по старинке. Привычные выпускные экзамены. Но на ЕГЭ идут, как правило, только смелые и подготовленные. Иван и Алексей в их числе. С начала учебного года они углубленно готовились к русскому и математике. Педагоги проводили с ними дополнительные консультации. Сегодня воспитанники детской колонии на свободе. Пусть и на пару часов. Среди своих сверстников немного волнуются. «Уже отвык от народу. Уже больше там привык жить, чем здесь». Если наберут минимальное количество баллов, осужденные получат такой же аттестат о среднем образовании, как и обычные школьники. А еще шанс на досрочное освобождение. «Это дает возможность ребятам работать дополнительно поощрение. В будущем возможно досрочно освободиться. Ну а во-первых, и во-вторых, и в пятых, и в десятых, что они самоутверждаются, что они себя чувствуют несколько выше. У нас есть хорошая кличка, добрая кличка ребят, которые задают такие гэшники. И когда они идут, приходят в школу, ой, гэшники пришли. То есть, в душе каждый ученик нашей школы немножко завидует этим ребятам». Всего по Удмуртии единый госэкзамен по математике сдают больше трех тысяч выпускников. Правила проведения ЕГЭ школьникам уже хорошо знакомы. Никаких мобильных телефонов и уж тем более шпаргалок. Только паспорт и ручка. В Министерстве образования надеются, в этом году знания по математике школьники все-таки подтянули. И результаты будут лучше прошлогодних. Тогда ЕГЭ по математике не сдал практически каждый десятый выпускник. «В течение года были проанализированы возможные, то есть, что привело к такому результату. То есть, была организована огромная работа с педагогами, как раз именно в части и в качестве подготовки к единому государственному экзамену». Если выпускники провалят экзамен, его можно будет пересдать в так называемые резервные дни. По математике это 19 июня. Основная же волна ЕГЭ завершится уже на следующей неделе. Елена Лебедева, Руслан Нуре Ахметов, телеканал «Моя Удмуртия». Детские сады детям в Госсовете Удмуртии обсудили проблемы и перспективы развития дошкольного образования. И хотя республика по темпам строительства садов первой десятки лидеров среди российских регионов, но проблема с очередями еще есть. В прошлом году в Удмуртии построено 30 детских садов на 4700 мест, но этого уже недостаточно. В республике несколько лет подряд наблюдается положительный естественный прирост населения. Только в прошлом году он составил более 2800 человек. Две семьи из Удмуртии вернулись победителями с окружного фестиваля «Успешная семья при Волжье». Конкурс проходил в минувшие выходные. В Кирове наши земляки добились признания жюри в двух номинациях «Связь поколений, связь времен» и «Полна чудес, родная сторона». С одними из призеров семьей Нехорошевых встретился Евгений Черепанов. Светлана Нехорошева встречает гостей с дипломами и медалями. Говорит, не удержалась, показала сразу. Несмотря на занятость, вся семья в сборе. Рассказывают, до сих пор живут впечатлениями с конкурса. Было очень здорово. Столько народу, общения, прекрасные семьи. Мы приехали туда, как бы нас там никто не знал. Настолько было оказано нам такое уважение. Такое ощущение было, что они только нас ждали. Рады видеть. Это было отношение к каждой семье. К окружному фестивалю супруги начали готовиться за два месяца. Изучили историю Винского района и республики. Подготовили стихи и песню. Репетировали каждый день. Ради этого приходилось отпрашиваться с работы и оставлять дела по дому. Результатом семейного творчества стал рассказ о здравницах, храмах, деревьях и сполинах, старинной мельнице и самой высокой точке Удмуртии. Настолько это нам близко стало. Особенно Матвею. Он сразу же это схватил. Он первый выучил стихи и подсказывал даже нам, взрослым. В стороне не остался и семилетний Степан. В школу он еще не ходит, но стихи любит. Читает с удовольствием. Чудо четвертое. Не верится, не верится, что такая есть красота. Словно в сказке выросла мельница посреди лесного пруда. Семья Нехорошевых в Киров попала не случайно. В прошлом году они выиграли региональный конкурс семей, где воспитываются дети с ограниченными возможностями. В республике это выступление отметили и поддержали. Семья может быть и должна быть морально здоровой. Во-вторых, может быть увлеченной одним общим делом. И в конечном итоге, чем больше детей в семье, тем счастливее родители, тем счастливее государство. И благополучно себя чувствует все общество, и экономика в том числе. На фестивале Удмуртию представила и многодетная семья из Воткинска. Они стали лучшими в номинации «Связь поколений. Связь времен». Евгений Черепанов, Марина Баль, Максим Кузнецов, Руслан Нуре Ахметов. Телеканал «Моя Удмуртия». Свой сезон театр «Кукол» закрыл премьеры. Не на большой сцене, а на импровизированной. Она разместилась в служебном помещении за сценой, которую театр предоставил начинающим артистам. И хотя об этом спектакле не было ни афиш, ни объявлений, для всех, кто играл в спектакли, и кто пришел его посмотреть, это стало большим событием. Почему? Объясним прямо сейчас. Скажи, скажи, Кир, балуешься? Скажи, как сова говорит? Еще раз. Это одна из последних репетиций перед премьерой. В спектакле «Как котенок научился мяукать» Кире одной из самых маленьких актрис. Этого театра досталась роль мудрой совы. Кто плачет в роли? Пьеса «Небольшая» длится минут 20. Она о том, что все можно преодолеть, если рядом будут близкие люди. Словно, специально написан для этих маленьких актеров. Все дети, что играют в этом спектакле, особенные. Но в это слово здесь вкладывают совсем другой смысл. Какой объясняет Константин Михряков. Актер театра «Кукол» почти год репетировал с ребятами. Мы читали разные пьесы и выбрали вот именно эту пьесу. Она очень хорошо разложилась на наших деток. Я не педагог, поэтому я не знаю, как делать. И вроде только пряникам пришлось. На них невозможно кричать, они замечательные такие. Идея поставить спектакль, рассказывает Константин, родилась спонтанно. Все начиналось, как кружок по рукоделью. Его организовала надежда, чтобы научить детей простым, но нужным в жизни вещам. Результат можно видеть на сцене. Все декорации куклы сделаны руками ребят. Брать пример им есть с кого. Это художник-декоратор. Мало того, что художник-декоратор, она еще, посмотрите, какой нам сделала торт. И это уже не первый торт. Это торт? Это торт. И со всеми героями. Посмотрите. Обалдеть. А как все герои похожи на тех героев, которых мы сшили. Леплина прямо с них. Здесь собрался коллектив, который болеет всем всей этой историей. И им очень нравится все, что здесь происходит. И детям очень нравится. То есть у Киры уже любимое выражение. В кукатор пойдем. То есть в кукольный театр пойдем. В любимый кукатор Кира точно придет еще не раз. Премьера удалась. Оценили и организаторы, и зрители. Теперь в планах показать этот спектакль и другим детям. Оксана Худякова, Юрий Зелененький. Телеканал «Моя Удмуртия». И на этом все. А сразу после небольшой рекламы эфир продолжат новости спорта. До встречи на телеканале «Моя Удмуртия».